Итак, наша очередная серия про мистический Баку. Мы занимаемся поисками параллельного сновидения Баку, эзотерических, необычных мест. И Баку, как вы знаете, является самым очень магическим городом. И в предыдущих сериях мы видели некоторые места Баку. Ну, сейчас наступило время уже переходить к более конкретным темам, конкретно к носителям этой магии Баку, к необычным людям, к святым, к блаженным, как это сказать, к дервишам, к просветленным людям города Баку. И вот с одним из них мы сегодня вас познакомим. Это Машад Исрафиль. Его имя само означает «ангел». Ангел чего? Ангел судного дня. И вот поприветствуем нашего... Здравствуйте. Да. Всех приветствую. Исрафиль, вот расскажите, как у вас начался вообще вот сам этот процесс, так скажем? Знаете, у меня... Когда вы почувствовали в себе вот эту силу? Я, вот, я, знаете, давно это у меня. Я с шести лет, у меня, знаете, шесть, когда я первый раз в школу начал ходить, у меня, я первая любовь начался, я влюбился в одну девушку. И после этого моя жизнь изменилась. Я, вот, шесть лет я кайфовал, что делал мне родители, баловали, купил. Вот после шести лет у меня, как бы, потом семь лет, когда мне было, у меня брат родился, поэтому началось труднее. Я, когда первый класс ходил, я по-русски не одну... Мне русский сектор поставили, я по-русски ничего, кроме да, нет, ничего не знал. Пять лет я мучился, чтобы в эту систему попасть. После пятого класса я уже начал хорошо учиться, учиться, мне хорошо подготовили, я начал учиться, математику хорошо изучал. Давайте, Срафель, мы прокрутим в ленту вашей жизни на десять лет вперед, да, то есть с пятого класса перескочил. В восьмом классе мне произошло, да, это когда я, когда я заболел, я, как бы, спал, 31 декабря, кажется, это было, в восьмом классе. Я, когда спал, у меня, как бы, сердце, я почувствовал, что сердце прилипло к груди, и сердце остановилось, я так почувствовал, и вниз сердце что-то прошло. Я вот так задыхаюсь, и вот так у меня было, и потом сердце начало биться. Я вижу во сне, вижу, что мне, я, тогда мы жили в девятом микро-районе, в восьмом этаже, я вижу, что с девятого этажа мне бросили вниз, и вижу, что мне врачи, не знаю, иноплантяне, странные лица, да, были, я не знаю, что это было, они меня оперируют, оперируют, и вот, в общем, когда утром хочу встать, мне дрожь, не хочу, не могу встать, с трудом встал, опять дрожь, упал в кровать, и встал, мне сказал, что не говорю, мало говорил, очень мало разговаривал, что говорю, мне отвезли к врачам, потом, я вижу, что, похоже, врачи стоят, похоже, как, я еще испугался, мне послушали сердце, говорят, мы такой звук никогда не слышали, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, потом профессорам, не, это неинтересно, не останавливай, не, это как-то, необычный звук в сердце, это интересно, интересно, нормально, но мы хотим, сейчас никто так, и так не снимает, да, сейчас нужен, что-то необычное, хай, подожди, дай, один доллар, да, сейчас все, да, в тебе сидят несколько, ты подключен к космическому вай-фаю, да, мы знаем, и ты можешь транслировать необычные способности, и ты являйся смехотерапевтом, правильно? Да, да, да. Продемонстрируй нам смехотерапевтом, кстати, я, я одну вещь вам скажу, я не мог смехотерапевт, мне не надо монтировать, мы снимаем, постмодернистский, такой вот, именно вот поток чистого сознания, да, как у Джеймса Джойса, там, у Марселя Пруста, просто у нас идет поток сознания, не, вы не слушали, вы собьете, он не сможет, он сможет, да, его откуда останавливаешь, он оттуда говорит, он сидит на космическом вай-фаю. Пусть он будет рассказывать свою историю, а потом... Давай, может, я продолжу про это? Потом я видел, как бы, смотрел на ковер, карту видел, потом мне говорили, что американцы наши воздух отравили, чтобы люди, близкие люди, были друг другом врагами, и после этого я видел, что отец сына убивал, в те времена же так мало было. И вот видите, статистика, сейчас уже разведенные, уже больше разведенных, и все из-за этого. Они попали в эту плену, попали. Вот эти напитки из техел, бизон, это все, это даже некоторые мусульманы с крана это запретили, в Казахстане, по-моему, каких-то мусульман запретили эти напитки. Это все специально сделать, чтобы людей, третья кровь, говорят, чтобы это получилось, чтобы люди из человечества вышли. Да, потом я через 6 месяцев, пусть у меня профессора, через 6 месяцев я выздоровел. И у меня жизнь поменялась. Да, я просто мне, я одну вещь сожалею, что я в те времена быстро, как бы, быстро пал, да, с духом пал. А сейчас нет, сейчас нет, вот сейчас уже изменилось. Я в школе, три школы, да, я поменял три школы, я вообще из-за этого. И в универе я три группы менял из-за этого. И мне, я как бы приходил учиться, а там телефоны играли, да, я уже сбивался, и все, прошло. И сейчас я, потом, когда у меня это произошло, с 1 марта мне произошло, знаете что, я осознал, что для счастья ничего не надо. И так мне так стало легко на сердце, и все, мне все безразлично стало. Все же, я, вот раньше мне было очень плохо, да, я увидел и видел все, все, что родственники, вот близкие мне люди, что творили, я все это увидел. И друзья, что творили, да, под моим, смеялись, и мне отвращение, да, стало в мире, такое отвращение было. Я даже жить, да, и жить не хотел, я даже уже, уже все безразлично, как был. У тебя был экзистенциональный кризис. Да, да, кризис был. Но я опять, как режиссер канала скажу, что опять как-то неинтересно. Да. Мы как бы размышляем на ходу, да, есть сейчас такие постмодернистские романы, там прям идет. А, давайте по этому. Я вспомнил. Про экстаз. А, про экстаз. Да. Да. То есть сейчас приходится, чтобы удерживать внимание зрителя, как бы на ходу, да, мы сейчас перед вами проводим эксперимент, да, как снять такое хайповое видео, да, там, словить там миллион просмотров. Видите, мы из кожи вон выходим, чтобы что-то сделать, и целого мащады мучили. Да. То есть он актер, сталкер. У Кастанеды есть такое понятие сталкер, да. Вот мы нашли живого, настоящего сталкера, которого описывал Дон Хуан, то есть Кастанеда. И так же мы нашли суфия из ордена Калантаров. То есть когда рассказывают про суфиев, мы думаем, что это какие-то там необычные люди, там летали все. Вот живой суфий из ордена Маламатия. И они проповедовали этот путь дурака, да, вот такой вот дзем буддистский такие вот прикольные. Вот Шекспир говорил, что Шекспир говорил, что умные себя чувствуют дураками, а дураки себя чувствуют умными. Так, ты меня конкретно сейчас контролил. Да. Это очень тонкая вещь, это действительно так. Вот говорят, что спрашиваешь одного человека, что ты знаешь, он говорит, ничего не знает, а другой говорит, я все знаю. А что ты говоришь, ничего не знаю, он много знает. А кто говорит, я все знаю, он ничего не знает. Правильно, понимаешь, да, мудрость. Про экстаз, пожалуйста. Да, экстаз. Пять лет назад, когда я ночью проснулся, делал молитву, намаз, ночную молитву, ходят намазы, сделал два рукота и пошел спать. Ну, это мне раньше тоже было такое состояние, но мало было. А тот день, до утра мне это было. Это знаете что, это стало у меня, как бы у меня, как бы в мозге что-то происходит, в мозге. Как бы твой дух выйдет сейчас, и здесь что-то происходит. Ну, я каждый, когда намаз делаю, мне это всегда бывает. Ну, это то, что блаженство, да, такое состояние, что ты сейчас, ты сейчас, это да, это такое состояние, что вот надо это. Мне просто Трощат тот день рассказывал, что он 24 сезон, ну, я мало, да, он с помощью каких-то средств, а я без средств попал. Да, да, без средств. А ты сам своим способом? Да, способом. Просто у нас в мозге у человека и наркотики есть, и водка есть. Вот алкаши, да, например, 50 грамм пьют и засыпают. Почему? Они эту вещь убили в мозге. А наркоманы тоже поднимают, 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 потом и от этого кайт не получают. Потому что уже этот элемент уже там не живет. Но это тоже восстановить можно. Просто надо целая история, да, там, работать надо. То есть ты сейчас нам буквально в трех словах описал то, о чем писал Тимоти Лири, там, Олдс Хаксли, то есть нейропсихологическую революцию, да, то есть то, что они практиковали такой способ, то есть через, они назвали это молекулы бога, да, то есть что человеческий мозг включает в себя всю жизнь. Вселенную, и с помощью химии мозга можно получать всякий, да, экстаз, всякие мистические состояния. И как раз Машадис Рафиэль нам сказал, что он без всякой химии, без ничего сам получил вот этот усуфьев, это называется фейз, да, фейзуллах, то есть вот это божественный экстаз, наслаждение. Вот это все можно получить в исламе, многие думают в исламе, что это азербайзе, это трудно, да, там молиться надо, это нельзя, то нельзя, но не знают такие блаженства есть в исламе. Вот говорит, настоящий мумиин, говорит, что тот, кто смотрит на человека, у кого дорогая машина, девочки рядом, вот этот кайф, он смотрит на меня, жаль, что он не чувствует, как блаженство чувствую я, настоящий мумиин этот. То есть ты божественный экстаз чувствуешь, то есть не материальный, не от наслаждения, от эго, да, от материальных благ, а ты от божественного присутствия, от контакта с божественной любовью. Вот одно слово есть, одно слово, Бог создал все для человека, а человека создал для себя. Прекрасно. Мы просто, мы просто, знаете, нас с детства, с детства и родители, и учителя не так, не то давали, нас отталкивали от себя, нас учили, что надо работать, целым дням работать, то, 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 то делать, и оттолк ничего, а человек работать, знаете, я смотрю, сейчас людей, да, они очень несчастны все, почему, они стараются для ребенка что-то делать, а себя погубают, потом этот ребенок проклинает родителя, почему, почему, потому что, потому что, они, они живут не для себя, мы должны знать одну вещь, мы никому не должны, мы должны, мы думаем, что мы должны, мы должны создать семью, и воспитать ребенка, и дать ему все, что идеально, 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 идеально сделать, но это не так, мы должны жить так, как любить всех, да, Бог нас всех любит, да, почему мы не, они всех не любим, он говорит, он тот, кто плохой, он тот, кто плохой, почему? прекрасно, я хочу заметить вот чем наш начались рафи, а хуже того же садгуру осha там, нихайла лайтмана вещай тоже сидят раскрученные чуваки и вещают, да, тоже, любое, вот я сейчас слушал, серьезно я вдруг заслушался, я понял, что он какие-то интересные действительно вещи говорит и ничем не хуже вот этих вот садгуру если его хорошо действительно тоже раскрутить тысячу последователей готовый, сай-баба что вы хотите мы просто я еще раз извиняюсь его устами глаголит истина, сам Бог через него говорит, то есть Исрафиль подключен к божественному вай-фаю и через него льется этот поток трансляций идет, вот этих вечных истин, говорит сам Логос да, Бог сам в Коране говорит что Бог из своего духа нам дал мы должны просто осознать что мы перед Богом какие маленькие чтобы свою власть чувствовать надо всем сердцем первое любить Аллаха Бога потом себя как пылинку но как искру любить как себя и окружающих любить как себя любить себя и любить окружающих как себя вот все вот формула жизни про любовь про Загитова расскажи что как ее звали Саида 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 моя первая любовь я в нее влюбился с первого взгляда но я ей не сказал что я тебя люблю потому что я боялся чтобы я думал что она мне нет скажет если она нет скажет я умру я потом сказал что выйдешь из школы я пойду натренирую и ставлю форму приду и признаюсь но через год она уехала в Дагестан она из Дагестана была из Каспийска она уехала потом сколько лет я ее не видел да уже сколько уже наверное 15 или даже 18 лет уже больше не вижу ее но вспоминаю иногда но такой любви мне еще не было да еще после нее я да влюблялся в некоторых но они тоже все отказывали но ты то есть вот эта любовь сравнима да с божественной любовью то есть то что твое сердце раскрылось да любовь знаете что я думаю что Бог сам есть любовь почему знаете все все в мире любовь это смысл жизни да если вот когда любишь кого-то например ты все меняешься да идешь идешь себя ведешь по-другому смеешься да вот другом да ведешь себя я это видел да много раз но знаете мне что когда два человека любят друг друга почему когда они создают семью эта любовь уменьшается это я не понимаю почему я думаю должна увеличиваться да они создали семью так происходит что они разногласия происходят почему я это всегда задавал себе вопрос почему так случается и потом я думаю наверное это из-за того что дети рождаются и говорят что вот когда женщины когда сын рождается у женщины в крови что-то образуется какой-то днк образуется и и она ревнует всего своему сыну и тоже вот некоторые это ты откуда взял я по телевизору видел что я слышал про это и еще по телевизору видел что там женщина оперировали и сказали что если тебя оперировать у тебя может быть любовь он неправильно сказал ты сейчас должен был сказать что это мне ангелы какой телевизор какой-то мы же сейчас тебя святого делаем учителя делаем он не врет не он хорош вещь сказал чисто по фрейду что у женщины в крови инцестиционные вещи оперировали он не не операция после операции не 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 операция а сейчас у тебя есть любовь тоже мы знаем про секрет не сейчас нету я несколько девочками разговариваю но пока же такой встречи не было еще но до богу богу любовь богу любовь всегда было мне с детства это единственная вещь что спасло спасать всегда любовь к богу а вот ты бы сейчас выбрал любовь к прекрасной красивой женщине или любовь к богу к богу потому что Если есть любовь к Богу, то все есть. Если нет любовь к Богу, то ничего нет. Если нет любовь к Богу, то ты овощи становишься. Ты не человек. Глина. Мне атеисты знакомы, что говорят? Смысл жизни. Деньги, хорошая квартира, хорошая машина, тачка. Все. Это материально. Это для меня пыль. Знаете, я одну вещь расскажу. Я это никому не говорил. Мне во сне давали всю планету, сказали, возьми. Даем тебе, что хочешь сделать с миром. Мы даем тебе. Я не взял. То есть дьявол тебя соблазнял, да? Не, не дьявол. Мне ангелы сказали, что мы даем тебе землю. Я сказал, я вспомнил, знаете, Азрат Али, знаете, да? Он три раза развелся.